всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале город без правил сегодня на календаре уже 25 апреля я хочу вас пригласить свою теплицу чтобы показать что у нас растет на сегодняшний день и мы по-прежнему находимся в новгородском районе давайте сейчас я вас приглашаю и хочу поделиться своими результатами которые у нас на сегодняшний день результат у нас весьма даже замечательные смотрите как хорошо у нас подрос огурчик а самое главное что мы уже неоднократно собирали урожай и завтра приступим к этому снова смотрите просто огурчики все с плодами смотрите какие замечательные мелкошипы как мы и любим это у нас гибрид адам от фирмы bio голландской селекции эти огурчики подойдут для любых видов заготовок и конечно же для потребления в свежем виде смотрите ну разве это не красота и так на каждом огурце но помимо того что эта теплица предназначена для получения раннего урожая здесь конечно же выращивается и вся остальная рассада смотрите томаты которую совсем недавно я вам показывал они были буквально вот небольшие сейчас как подросли вижу что на столе им становится тесновато придется их завтра немножечко расставлять иначе они начинают подтягиваться помимо того что рассада сайт здесь рассада еще находится и здесь здесь у нас литровые ведерки с такой замечательной рассадой кстати хотел вам показать огурцы которую я сеял буквально несколько дней назад методом где у меня был саморез и пробка от виноводочных изделий да я делал углубление мне сказали что сажая на такую глубину огурчики сходить не будут вот смотрите это для тех кто сомневался и практически все огурчики у нас уже взошли что не может не радовать смотрите некоторые еще не зашли но я уверен что они взойдут обязательно потому что сходу у этого огурца у нас всегда стопроцентные здесь у нас находится алису это какой-то семенной но сеял я его по моему 19 февраля если я не ошибаюсь это у меня записано но растет очень и очень медленно там у нас гортензия спасая ее в тенек потому что на солнце она у нас горит не знаю как буду высаживать ее воскрытый грунт надо будет наверно приучать ее постепенно и наши розы конечно же горе и устома я ее уже пересадил в больший объем ну расти она все равно отказывается и все равно начал зеленеть грунт уже в новом объеме не знаю что и не хватает будь что будет как говорится также имеется рассада пекинской и цветной капусты также у меня где-то здесь эксперимент ухухухухуху надо наливать срочно воды не заметил как я уронил сейчас покажу вам эксперимент свой это у нас пасынок огурца надеюсь что на камеру вам видно какие хорошие корешки он уже пустил то есть лишние пасынки можно также укоренять и укореняю я просто в воде без всяких стимуляторов понятно что пасынки томатов укореняются на раз два три да вообще томат растения живучие поэтому с ним вообще проблем быть не должно а вот то что укореняется огурец это мне очень понравилось потому что надо частичную провести формировочку и есть пасынки которые также можно будет укоренить и на этих пасынках на этой рассаде огурцы будут намного раньше нежели на той что мы выращиваем из семени так далее хотел вам показать здесь львиный зев сегодня буквально его расставил но так как праздник и работать землей нельзя тут у меня умученный львиный зев сейчас покажу как он должен был выглядеть на сегодняшний день если вовремя пересадить его в больший объем до в подвесную кашпо либо просто в какие-нибудь емкости большего объема вот надеюсь вам также видно потому что снимаю против солнышка немножечко развернусь смотрите какую шикарную шевелюру он уже нарастил какие классные цветочки у него это у нас львиный зев белый также был еще коралловый по моему такой оранжеватый даже больше но буквально передо мной пока я сомневался нужен он мне или нет женщина его купила а было всего лишь два белый и коралловый конечно бы если вернуться немножечко назад я купил бы и коралловый тоже и буду его сохранять потому что я пробовал его черенковать черенкуется он также на ура 8 черенков у меня было по моему нарезано все 8 укоренились как один далее смотрим здесь у нас черенки петуний но такие уже достаточно большие переросшие которые уже зацвели имеют корешки но никак времени нет у меня чтобы их пересадить пересаживая конечно же мы будем их обрезать а сольную часть также ставить воду и здесь много черенков целая куча уже поменьше вот ни один стаканчик ну не знаю считывая что сегодня 25 число как скоро они потом нарастят свою зеленую массу так далее идем здесь у нас рассада перса очень много петуний это петуния из своих черенков смотрите какие хорошие кустики на нарастила и также завтра уже приготовил в одной тепличке место унесу ее в другое место без отопления чтобы она так в тепле не тянулась и расставлю ее немножечко пошире ой ну глядя на огурцы прям вообще смотрите невозможно остановиться точнее не остановиться чтобы это не заснять и так это на каждом огурчики и по два пасынка буду оставлять а другие буду конечно же обламывать но этим займусь уже завтра рассада перса которая пересажена в больший объем может смотрите вся на бутончиках баклажаны эти чуть похуже это у нас рома по моему далее идет андрюша до 9 штук он получше ну какая-то зараза их подъедает надо побрызгать будет и вот этот алмаз смотрите какие лисия у алмаза это просто песня какой алмаз прям очень мощнейший там у меня стаканчики не везде конечно зашли бархатцы одни бархатцы взошли хорошо а другие сорта похуже и также имеется перец вот тут по центрам это перец от агрофирмы партнер то есть это из своих семян а это от агрофирмы партнер так идемте дальше я должен успеть показать вам всю рассаду все что у нас растет в этой теплице также смотрите море череночков они приземистые есть конечно и потянутые но я их перенесу в теплицу и немножечко еще успею прищипнуть так тут у нас сайдл черри здесь у нас лук порей мамонт дальний потом exhibition это тоже exhibition ну если можно так сказать не растет не сдохнет так рассада огурчиков сильно потянуло смотрите потому что ей тут темно тоже надо ее убирать на более светлое место далее тайдл сильвер кстати в разном свете тут у нас более такой розоватый а тут он более белый такой более светлый то есть отличается тут у нас red велюр это у меня они уже посажены в большие кашпо смотрите как хорошо начали наращивать свою зеленую массу и они такие пока приземистые тоже надо выносить их на более солнечное место черри там у нас ice queen и дальше виолет здесь у нас вот эти многострадальные огурчики которые я пересадил позже кто-то мне говорил что урожая с этих огурцов мы не дождемся смотрите учитывая что я на тот момент сорвал огурчики и сейчас опять огурчики завязываются надо мне их срочно подвязывать подвязывать буду к шпалере которая натянута наверху вот на такие колышки чтобы привязываться не к самим огурчиком а непосредственно к этим колышком которые будут вставлять в землю так тут у нас помимо львиного зема есть еще две дихондры смотрите это у нас серебристая дихондра из 15 семян взошло всего лишь две слава богу они у меня выжили при пересадке очень здорово начали наращивать свою зеленую массу также тут имеется очень много черенков моих питуней которые уже пересажены по стаканчиком достаточно хорошо разрослись это у нас серия шот по моему фрешбери и lilac light вот кустики еще раз lilac light и фрешбери желтенькая покупал это не от партнера у нас золотая свадьба мне они почему-то не очень понравились по моему у меня 8 кустиков таких ну куда-нибудь их тоже посажу так как я в том году выращивал арбузы дыни в одной из теплиц в этом году я решил это продолжить купил все те же самые сорта это у нас дыня нимфа арбуз байсан это большие арбузы массой по моему 10 и более килограмм могут вырастить и арбуз фейерверк это желтенький арбуз потом желтый кабачок их у меня было посажено 4 пока только один зашел и зеленые кабачки 3 из 5 на данный момент это у меня также все от агрофирма партнер но помимо этого я еще собирал свои семена дынные и буду в этом году для сравнения сажать потому что написано что это гибрид хочу проверить так ли это или нет и арбуз фейерверк потом смотрите какое море из петуни здесь это у нас не вспомню как виолет по моему изи виолет петуни а также лилак лайт смотрите какое огромное количество петуни конечно же им тут уже становится темновато я тут уже выставил их на дорожку здесь петуни а так здесь у нас капуста посеян от партнера мегатон взошли все сто процентов но одну я случайно тут находится ведро с водой приливал не заметил и в общем она у меня погибла и вот такой базилик и риванский сапфир помимо того что я простой базилик с дешевых пачечек посеял сразу в теплицу этот посеял в стаканчики таким рассадным способом потом к нушах когда будет везде теплица все посеяны там надо будет зелень убирать а эту зеленушку я могу кустиками куда-нибудь подсадить и она уже мне мешать совершенно не будет опять же огурчики ну конечно же это же огуречная теплица поэтому мы в этой теплице акцент в большей степени делаем именно на ранее урожай огурцов это у нас дыня из своих семян дыня нимфа сеял 20 штук с запасом причем с большим мне такое количество конечно же не нужно но пускай будет здесь у нас арбузик фейерверк чуть позже сходит чем дыня хотя посеял всего лишь на один день позже но вижу что 1 2 уже как минимум у нас будет бархатцы смотрите вот бархатцы которые я сеял густо зашли сто процентов здесь у меня было по одному от одного до трех семечек разложено пока практически тишина кое-где только не сводит вот такой вот у нас небольшой обзор на сегодняшний день что растет у нас в этой теплице в этом сезоне мой рабочий стол полностью заставлен что-то рассады скажем сезоном у меня все больше и больше но есть еще куда стремиться давайте на этом буду заканчивать свое видео кому понравилось не забываем ставить лайки писать комментарии кому интересно подписывайтесь на канал впереди еще очень много интересного а вам хочу пожелать хорошей погоды солнечного настроения и до новых встреч всем пока пока